Мы сегодня в Купинске, россияне сюда часто бьют, потому что ближайшие российские позиции тут меньше, чем за 10 км. На вас, Марк, ракет не пожалеет? Ракет не пожалеет однозначно. Может ему следует пожертвовать своим вторым сроком? Довести дело до конца? То есть одним сроком, но таким, чтобы он остался в истории, что дал возможность Украине победить. Люди ошибаться. Мне не впервые. Про арестователя? Я вот не говорю, они двигаются по файне, дрейфуются, так сказать, в сторону. Теперь вы можете сказать, чему вы перестали проводить спильные стримы? Ну да, Путин мертв. Нет, он не мертв, это фейка. Меня, например, удивляет, как много людей в это поверили и продолжают, продолжают ввырить. Вот мне говорят, сейчас упрекают, вот ты там протагонист гражданской войны. А почему мне таким не быть? Гражданская война, хаос, да и аминь, как говорится, все равно до этого довели сами. Мы сегодня в Купинске. Россияне намагались захопить место майже три месяца. У них, в принципе, ничего не вышло, они не просунулись. Место украинское, но сильно пониженное. Это раньше был краезнавчий музей, сейчас это руина. Россияне сюда часто бьют, потому что ближчие российские позиции тут меньше, чем за 10 км. Это ваша не первая поездка на линию фронта. Какие у вас впечатления от этой дороги? Вот интересное дело, да? Вот они все время хотят взять какой-то населенный пункт. А хорошо, ты его взял, хотя там Купинск для россиян большого какого значения имеет? Это же не Нью-Йорк, понимаете? А ведь ничего не оставляет. Вот удивительное дело. Я все время задумываюсь над этим. Ну хорошо, вот вы вам поставили задачу взять какой-то населенный пункт. А ценой, ладно, жертвы солдатские, техника это окей, но вы же ничего не оставляете. Здесь жизнь-то никакой. Надо заново все отстраивать, все восстанавливать. Тогда совершенно непонятно, какое это имеет значение с точки зрения будущего этого места. Ну, город маленький, небольшой город Купинск. Понятно, что для них это просто стратегический объект, его надо захватить. Открывается дорога там на Харьков, еще какие-то обоснования. Но с точки зрения того, что они делают, логики вообще никакой. Потому что, ну, казалось бы, если ты хочешь оккупировать какое-то место, ты же рассчитываешь вернуть людей, какую-то жизнь наложить. А после вот, что бах, вот, что другие места, ну, это еще не добили окончательно. Все равно, жизнь-то никакой. Ну, ладно, там здание разрушено. А это же инфраструктура вся разрушена, там ни канализация, ни воды, ни газа, ничего. Какой толк от этого, вообще непонятно. Вот сколько здесь километров от Купинска до российской границы? Ну, я думаю, километров 20. Ну, 20 километров. То есть за 20 километров отсюда живет какой-нибудь обыватель Вася, который живет, ну, приблизительно в схожих условиях только неразрушенного города. И вот мне интересно, он сюда переедет что? Или его перенаправят, чтобы он здесь жил и чтобы что сделал? То есть он как будет здесь жить? 20 километров, вот и уже Россия. И там схожие города какие-то, люди живут и так далее. Какой все это имеет смысл, если жизнь уничтожается как таковая? Совершенно непонятно. Вот. Но чем отличается, чем похоже, да? В принципе, не отличается ничем. Все похоже, по одной тактике и одной методологии действует. Так? А, так сказать, ну, и вот мы были недалеко от Бахмута, в Часовом Яре, там, и так далее. Все очень похоже. Я бы не сказал, что большая разница. Я думаю, что, ну, кому-то повезло еще меньше. Там Авдеевка, так она столько времени обстреливается еще, считается, 8 лет. Ну, 9, да? И с начала полномасштабной войны она как бы уничтожалась, уничтожалась. И сейчас, ну, некая кульминация. Попытка вот взять. Вот ради чего взять? Почему? Я столько обоснований слышал. Вот. Но я имею в виду с российской стороны, с пропагандистской. И Прокупинск. То же самое. 120-тысячную группировку они зарядили сюда. Давайте во что бы ни стало возьмем. Покажем, что не только у украинцев есть контрнаступление, но и мы можем что-то вот такое взять. Кроме тех населенных пунктов, которые взяли, ну, в основном, там, в 22-м году, в 23-м, это был только Бахмут и Солидар. Похойного Пригожина, которого потом за это еще и уронили на самолете. То есть бессмысленность заключается и в том, что жизни в этих местах нет, и в том, что истрачены, значит, людские жизни. Ну, прежде всего, тех, кого вы сами посылаете. Вот Штормзе здесь, говорят, сильно работал. И в-третьих, тех, которые командовали этим организовать, вы все равно убиваете. Как бы Пригожина вместе с его командованием Челоковагнар. Абсолютно бессмысленная, ничего не дающая, тупиковая война. Да? Ну, когда мы просто бываем в таких местах, здесь что еще важно? Что вот они тратят силы, пытаются взять, 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 на это уходят, ну, как на Бахмут, там, 8 месяцев, 9 месяцев. Повторяю, значимости населенное место, вот населенный пункт, это не имеет никакого. Потому что, повторяю, за 20 километров то же самое. Если так хочется, поупражняйся на собственной территории. Ну, ладно, бог с ним. А в конечном-то итоге все теряет смысл настолько, что мы не можем даже определенно сказать, собственно... Война ведется ради того, чтобы Купинск стал российским, что ли? Вот я так никак в толк не возьму. Бессмысленность — это главный отличительный признак всех планов Кремля. Вот совершенно лишение смысла. И даже если какой-то смысл наполнять, его надо обнулить. Сделать так, чтобы вот Крывеческого музея не было, чтобы потом непонятно, собственно, откуда место появилось. Надо заново все выстраивать и так далее. Ну, маленький городок провинциальный, да, приграничный. Свои достоинства, то да сё. Вот, ну, прошли эти, сколько, уже три месяца они его штурмуют? Да. И ничего. Ну, хорошо, они скажут, а мы через 8 месяцев его возьмем. Но тогда начинает действовать моя логика, что ради чего вы это делали? Ну, вот, напомню, заряды тела. Ну, вот, да. Вот они взяли, обрушили несущую конструкцию. Уже не подлежит восстановлению. Надо что-то вот заново всё делать, потому что… А как-то это вот всё… Мы с вами минулий раз спілкувалися как раз після вашей поездки на бахмутский напрямок. Да, да. С травня. Настрои тут были совсем другие. Были большие надежды и надежды от нашего контрнаста. Было. Мы думали, что вот сейчас достаточно быстро вдастся освободить нашу землю. Да. А сейчас ситуация совсем меньше. Настрои інши, как в Украине, так и в наших союзниках на Заходе. Как констатировал Залужный, ситуация на поле боя зайшла в глухий кут. И, как он говорит, для того, чтобы нам сделать качественный скачок вперед, нужны новые технологии и более современная оружие. Бо то, которое есть, войну не выиграть. Как вам кажется, ли вы действительно готовность и спроможность на Заходе обеспечить нам этот качественный технологический скачок, чтобы поменять ситуацию? Чи до выборов в Штатах не стоит ожидать? Это очевидно. В выборы в Штатах они картину изменили. Это внутриполитический вопрос. Ну так часто, кстати, бывает в таких ситуациях, когда идет война, и внутриполитический вопрос начинает влиять на внешнюю политику. Это не в первый раз. Такое бывало и в Соединенных Штатах. С Вьетнамом, например, так, кстати, было. Изменение стратегии произошло именно в силу. Начинали еще при Кеннеди воевать, при Джоне. А уже заканчивали при других. Ну и Киссингер был архитектором, собственно, мира. А фактически сдачи Южного Вьетнама коммунистам. А здесь другая ситуация в чем? В том, что здесь нет, с моей точки зрения, оптимального мирного решения. Вот о чем речь. И от того, что сейчас из-за проблем внутри самих Соединенных Штатов, ну там противостояния республиканцев и демократов, Украина недополучает оружие, а интенсивность та же, динамика та же сохранится. А я так понимаю, что это администрация, да? Угу. Ну практически администрация нет. Да. Значит, соответственно, для того, чтобы выйти из этого тупика, о котором, говорит, заложенный, нужно сделать нечеловеческое усилие. С одной стороны, ну, давайте так говорить. Ну, если даже Байдену не суждено остаться на второй срок, срок лучше он останется президентом в истории. Ну, все-таки шутки-шутки, 82 года. Какие мы с вами, наверное, будем создаваться в эти два года, да? Ну, не, ну, мне 82, он поменьше будет, чего уж там. Но я просто к тому, что, может, ему следует пожертвовать своим вторым сроком, который ему не гарантирован, а, как говорится, довести дело до конца? То есть одним сроком, но таким, чтобы он остался в истории, что дал возможность Украине победить. Я считаю, что такой ценой, если он заплатит эту цену, то вполне может остаться, что и вот эти новые технологии, оружие и все остальное будет получено. А чего лучше будет? Уйти на второй срок, чтобы Украина проиграла? Вот мне просто интересно. Какой такой след ты в истории оставишь, если при тебе в твою каденцию уступили Афганистану и выходили позорно достаточно? Хотя не Байден в этом виноват, потому что ему досталось уже решение в наследство. А с Украиной не довели дело до конца и получили новый конфликт на Ближнем Востоке. То есть путь один, значит, показать этот результат, потому что столкнулись с невероятной масштабной силой. Это не только в лице Москвы, а Москва, которая притягивает к себе союзников всяких посторонних третьих стран-сателлитов типа Северной Кореи. Так что, в общем и целом, основная мысль заключается в том, что нужно чем-то пренебречь, чем-то пожертвовать. Прежде всего, нынешняя действующая администрация, которая как бы показывает свою последовательность администрации Байдена в целом, если не говорить о дискуссиях, которые внутри идут. Там есть группы, крылья, которые одни выступают за какой-то переговорный процесс, другие наоборот, за военные решения. Но чем-то придется пожертвовать. Вот о чем речь. Нельзя пожертвовать Украиной. Надо пожертвовать чем-то другим. Потому что иллюзия, которая может присутствовать в том, что давайте как-то Украину вынудим пойти на какие-то варианты компромисса. Это ложный компромисс. Это компромисс, который ведет к потере всего, что было достигнуто. А не так, что мы чуть-чуть уступим и что-то взамен получим. Россия не готова в лице Путина и Кремля вообще хоть что-то отдавать взамен. Вот это важно понять. Поэтому надо все-таки уметь перешагнуть внутренние проблемы, которые скажут на внешних, и пойти по пути более острому, более бескомпромиссному, но чреватыми потерями и сдержками, политическими я имею в виду на выборах, на достижение результатов. Это гораздо важнее на самом деле. Но пока мы видим, что республиканцы проголосовали с помощью Израилю окремо, без Украины. Да, без Украины, да. У Байдена пообещали накласти ветер на этот законопроект. Зрештою, не так много времени остается, до 17 листопада. Если это внутренне политическое и межпартийное противостояние не решится, то страна окунается в шатдаун. На ваш взгляд, для нас, для войны в Украине, какое это имеет значение, как это будет влиять? Потому что в Кремле, очевидно, это воспринимают как слабость союзников. Конечно, безусловно. Просто смотрите, американская помощь составляет от 50 до 55 процентов. Военная помощь, которая обеспечивает даже текущую динамику военных действий и действий украинской армии. Остальные 45-50 процентов, это все остальные страны. Ну, очевидно, что не вытянут без американской помощи европейские страны и так далее. Это невозможно. Это уполовинить вообще текущую помощь. А она недостаточная, по меньшей мере, еще наполовину. Ее надо увеличить. То есть к тем имеющимся 100 процентов еще 100. Для того, чтобы реализовать то, о чем говорит Ложник в своем интервью экономист. Здесь только волевое решение. Надо действительно витировать закон. Не нам советовать президенту Байдену. Могут ли они пойти на какой-то компромисс? Да всегда могут пойти на компромисс. Пожертвовать Украину? Наверное, теоретически можно сократить эту помощь. Но к чему это приведет? Тогда лучше никакой помощи. Нет уж, надо все-таки витировать и добиваться того, чтобы республиканцы, которые тоже, знаете ли, одни одно говорят, другие другое, а делают вот это. Понимаете? А делают вот это. Вот берут и сокращают эту помощь в ущерб вообще доктринальном смысле самим Соединенным Штатам. Потому что если они думают, что там группа изоляционистов, которые навязывают такую политику с Вашингтоном официальному, что тем самым они просто выиграют выборы, а потом все пойдет как обычно, не пойдет как обычно. События особенно в октябре, связанные с ближневосточным кризисом и так далее, они продемонстрируют, что это будет продолжаться. И везде Америка будет отступать. А что, тогда судьба Израиля схожая такая? Кстати, он переживал такие ситуации за свою историю и в шестидневном, и раньше, когда, собственно говоря, американцы оставались в стороне. И он выживал благодаря своим собственным усилиям. Но Украине деваться некуда, если не будет этой помощи или в том объеме, который необходим, она будет выживать тем, что имеется. Но мы сейчас обсуждаем Соединенные Штаты, чтобы было бы правильно и чтобы было бы логично в этой ситуации. Ну, витирование и компромиссные и согласительные процедуры, при которых хотя бы в каком-то сносном объеме это все можно будет восстановить и искать способы, как эту помощь увеличить. Причем в пользу технологической и, там, не знаю, более современной, более диверсифицированной поставки военной продукции, которая нуждается Украине. Это и самолеты, которых все еще не поставили. Это и ракеты Атакам с большей дальностью, с 65-километровой, 300-километровой. Разные слухи ходят о том, что их поставят. Но это надо делать сейчас, а не в январе или когда-то. Вот о чем речь. Я думаю, что, конечно, на это тоже повлияет исход ситуации на Ближнем Востоке. Если у Израильтян удастся ситуацию сохранить под контролем, справиться с основными проблемами, связанными с Хамасом в секторе газа, как ни странно, это тоже повлияет на ситуацию в Украине. Сильно повлияет, потому что энтузиазм явно у союзников Москвы, которых она приискивает в этой ситуации, поубавится. Люди поймут, что тут рискованная такая история вообще говоря. Ну и как раз про союзников Москвы. Поки над украинской допомогой от наших партнеров нависли загроза, Россия отримает військовую допомогу от Певничної Кореи. За последними данными, как минимум миллион снарядов Россия отримала от КНД. Так пишет, 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 бомбер пишет. Ну и с посиланием на разведку Певденної Кореи. А еще с последнего там додали, что кроме снарядов Россия могла отримать и баллистичные ракеты. Блінкен собирается в Певденную Корею и заявил, что как раз там будет решать вопрос, как противостояние России и КНДР. На ваш взгляд, есть у Штатов сейчас достаточно тиска и влияния на ситуацию, чтобы обрезать этот канал поставки в России? Ну, я думаю, этому должна послужить встреча Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско, которые, в общем, параметры согласованы, встреча пройдет точно уже. Другой вопрос, что, ну как, договоренность это одно, а их реализация это зачастую другое. То есть можно договориться о том, что Пекин официальный повлияет, ну, взамен за что-то на Северную Корею и остановит эти поставки. Но что-то получит за это свое. Мне кажется, это более решающий рычаг давления, потому что на саму Северную Корею бесполезно воздействовать. Это страна-изгой, которая существует за счет исключительно там своей политики милитаризма и шантажа. Обладая ядерным оружием, обладая инструментом давления на соседа, на Южную Корею и на весь юго-восточный бассейн азиатский. Потому что все время сохранится угроза то Японии, что они запустят ракету, то еще кому-то. Поэтому сейчас вот наступает время решительных действий, с одной стороны. И дипломатия, она здесь только помогать должна этим решительным действиям. То, что не решается путем дипломатии, должно решаться с помощью оружия. Вот мое глубокое убеждение. Всегда нужно дать шанс. Если этот шанс не используют, ну, ребят, дорогие, мы же договорились, а вы вот не слушайте. А тогда уже как бы надо заканчивать эту историю. Потому что это бессмысленно, абсолютно. Есть очаг напряжения, значит, в Восточной Европе это война, развернутая Москвой в Украине. Такой же сейчас возник на Ближнем Востоке и пока это все чревато разным ходом событий. Пока мы не видим о том, что эта война может конвертироваться, трансформироваться в региональную, а то и глобальную. Но в Северной Корее это такая же перспектива тогда, по сути. Что же получается, Северная Корея и через нее, как прокси, будут подпитывать там тот же Китай или другие эти конфликты, чтобы они оставались тлеющими еще годами. Ну, это же вообще как-то... И, кстати, специально надо сказать, что разрушена полностью система безопасности. Вот международная. Я имею в виду ООН как ее гарант, как ее источник этой безопасности. Ну, вроде как, казалось бы. Вот удивительное дело. И вот надо и по ООН нанести большой удар. Главный удар заключается в том, что... Вот Израиль, кстати, выступает с тем же тезисами. Но, с моей точки зрения, нужно создавать альтернативную организацию международной безопасности для стран, подобных с подобными. То есть, более жесткую систему, в которую, да, войдут только половина стран планеты, там, 100-105 стран, которые твердо соответствуют условиям и критериям демократии политической, всех там, атрибутов ее цивилизованных. И, собственно говоря, окружать себя такими же, сужая угольное ушко, чтобы проникнуть в этот новый ООН, и начинать действия, которые были бы даже эскалирующими по отношению ко всем остальным. Жесткий забор, да, за которым угроза применения ядерного оружия. Это единственный путь сохранения безопасности. Вот удивительное дело, в период Холодной войны, после Второй мировой, почти пять десятилетий, но меньше, да, с учетом, что Советский Союз в 91-м развалился, ну, худо-бедное ядерное оружие было фактором сдерживающим. А сейчас оно перестало за три десятилетия быть таковым. Удивительное дело, каждый хочет поэкспериментировать с применением ядерного оружия, там, от Ирана до Москвы. Но это только исключительно потому, что ничего не противопоставлено взамен. Поэтому, возвращаясь к вопросу, сейчас язык дипломатии, мне кажется, именно в администрации Байдена, он востребован. Они вот хотят разговаривать. Но должен быть момент, час икс, какая-то точка, черта, за которой все, мы пытались договориться, ничего не получилось, давайте бомбить. Это все касается и Ближнего Востока, и Северной Кореи, да, в общем, отчасти и Украины, потому что у них новые испытания предстоят. Летом, в июле, пройдет юбилейный к 75-летию саммит в Вашингтоне НАТО. Ну, если предложить, как бы, версию, при которой будет предложено озвучить приглашение в НАТО Украине, то это же меняет картину целиком. Потому что НАТО берет инициативу в свои руки и дает карт-бланш временной Москве, чтобы закончить войну. Вот мы в течение, условно, полугода принимаем, или года, ладно, за это время вы должны закончить войну, в противном случае вы будете воевать со всем НАТО. Москва уже продемонстрирует, что она не готова со всем НАТО воевать. Потому что иначе бы они напали на страны Балтии. Но и НАТО не демонстрирует, что они готовы принять Украину или озвучить такие ультиматы в Москве. А вот нужно тогда это как-то стимулировать, потому что я, честно говоря, со скепсом отношусь к любым гарантиям безопасности, альтернативным членствам в НАТО, которые продвигает Офис Президента. Почему? Потому что, вы понимаете, это неясно очерченная перспектива. И как ее реализовывать? Ну, обещания даже такие были, вот Будапештский меморандум, это же про это было. И что? Ничего не произошло. Поэтому членство в НАТО более обязывающая такая система безопасности, которая предлагает устав. Там все прописано, коллективный договор, пятая статья. А все остальное это двусторонние соглашения, под которыми кто-то подписывается, создается некий коллективный пул, который должен фактически способствовать тому, что на какой-то переходный, а какой-то переходный послевоенный период, Украина должна получить эти гарантии для того, чтобы война не возгновилась. Какой сумасшедший поверит в то, что Москва не хочет воевать вечно? Только членство в НАТО, самая такая радикальная форма самоопределения Украины, дает эти безопасности, гарантии, и то не стопроцентные. Ну что касается НАТО, смотрите, там усилился кризис в связи с позицией, например, Турции по ближнему-восточной всей проблематике, потому что в остальном более-менее у всех остальных стран единая позиция с оговорками, там может какая-нибудь Венгрия. Но в целом, как бы, поддержка Израиля это, ну, важнейший элемент этой политики, прежде чем Североатлантического альянса. Если дальше так пойдет, то соблазнительным будет и другим странам ставить какие-то ультимативные условия. Вот. Так, у нас повитряная тревога, и что мы делаем? Пускай кабель, все, сворачивайся, надо до машины, быстро. Господи, по нашу душу вызвали. На вас смарт-ракет не пожалеют. Вот я так подозреваю, что я не признала. Спасибо. 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 Вы анализуете наше питание. Стосовно войны, зрозумело, стратегия России затягнута, как можно дальше, и в такой затяжной войне, как писал той самый заложный, в игре только Россия, а в Украине шансов мало. Как нам проломать эту стратегию? Ну, очевидно, то, что лежит на поверхности, это необходим военный успех, потому что как раз именно он может подорвать уверенность власти в России к тому, что затяжная война – это инструмент решения ее проблем. Военный успех возможен, опять же, в свою очередь, и с помощью союзников. Очевидно, что Украина с точки зрения военного обеспечения, самообеспечения, она не самодостаточна, потому что разрушена промышленность, она находится под ударом, у нее нет тех средств в достаточной степени, которые могли бы это обеспечить. А вот что такое военный успех? Военный успех – это, в общем, результат контрнаступления. Он не был достигнут за этот период лето-осень, а еще нужно дотянуть до весны, и весной предпринять новую попутку ранней весной. А может быть, я не военный эксперт, это решать военную команду, у него виднее, можно пойти совсем другим путем, не двигаться через линии Суровикина, которые столь хорошо подготовлены в качестве средств обороны. Наверное, нужно какие-то другие. Это одно, с одной стороны, а с другой, вот смотрите, когда самый был уязвимый момент для Кремля? 23-24 июня. Факт из-за фактов. Вот что хочешь говорить. Момент этого внутреннего раскола… Марш-Пригожная. Марш-Пригожная. Да, Марш-Пригожная – абсолютная растерянность, непонимание, как так, деактивация вообще всей силовой системы. А что, как это они ехали, извините, по трассе от Ростова до Ступина? Ну, ничего себе. Значит, нужно искать где-то здесь. Да, разумеется, Украина не в состоянии сама создать такие условия, чтобы это повторить. Дубль такой сделать. Но западные союзники могут это сделать. Просто у них нет этого желания. Они же продемонстрировали Вашингтон, что очень испугались именно этого Марш-Пригожного. А вдруг они сместят Путина и получат доступ к ядерной кнопке? Что вообще с ними не справимся? И они даже посчитают для себя, ну, выгодным, чтобы Путин оставался, как меньшее зло. Но вот внутренний вызов, внутренняя проблема, которая может возникнуть в России для власти – это один из инструментов достижения цели. Она промежуточная, она не финальная будет. Но если удастся каким-то образом в очередной раз создать условия, предпосылки для повторения матяжа или чего-то с ним связанного, наверное, наверное, это еще один из инструментов достижения цели. Почему? Потому что сам заложник, как он говорит. Это невиданное дело, что 50 тысяч они угромили только за период, как минимум. Мы понимаем, что там больше, ну, возможно, он имеет в виду период вот этого года. Начнем с этого, да? И власть вообще не рефлексирует в Кремле. У них нет такого, что много убитых, давайте как-то изменим ситуацию, прекратим эти бессмысленные атаки, какую-то оборону займем более выгодными, с меньшими потерями. Это уже не все происходит. Авдеевка там может доказательство. Так вот здесь где-то рядом надо искать какой-то вариант решения. Все равно. Его надо искать. Нужно подорвать веру противника в том, что эти жертвы могут быть бесконечными. Как это сделать? Тут много вариантов ответов, но, тем не менее, то, что выглядит самым невероятным, является самым предпочтительным. Количество жертв может конвертироваться в какое-то качественное решение. Дезертирство на фронте. Первом мировом, кстати, так и было. Знаете, такая история. Николай, второй Романов, когда прибыл на фронт, он заместил Николая Николаевича и великого князя в Ставке. Стал главой Ставки. То есть главным военным руководителем, как генштаб руководитель. И он пришел и говорит, вот вы знаете, немецкие солдаты и французские, и британцы носят каски. Каски надо русским солдатам раздать каски. А что он сказал? Они выглядят немолодцеватые. В фуражках штурмовали позиции. Такая история. Не было касков. Первой мировой войны в русской армии не было касков. Ну, это все прекрасно. Эли строи ставлены. В том числе, в том числе, в том числе. Да, да, да. Выглядит немолодцеватая. И поэтому пренебрежение солдат молодого всегда было. 95% в армии было в крестьянство. Русская армия была в крестьянство. И они просто один момент просто взяли и начали дезертировать. Частями уходили и так далее. Да, это был предпосылка революционного процесса. А с революцией это стало неостановимым потоком. Они все шевали в Петрограде. То есть дезертирство из российской армии – это один из инструментов фактического прекращения войны со страной Москвы. Ну и последнее – это смерть Путина. Главным протагонистом войны является Путин. Но не виртуальная его смерть, а реальная смерть. Смерть диктатора в таких системах совершенно невероятная. Потому что а как этого добиться? Но тем не менее, факт осуществляется фактом, констатация именно такая, что нет Путина – нет войны. Никому она другим не нужна. Все, что они надеялись и связывали с войной, может быть, из-за его окружения, ну и ясенечки по Медведеву. Этот человек без ума живет, понимаете. У него вместо мозга нервный узел, как у насекомых. А все остальные, как бы они ничего, выгоды приобретателями войны, как таковой не являются. Они шуток и издержки. Нет Путина – нет войны. Вот последний интересный момент. Путину задают вопрос снова. А типа… Это было два дня назад. Вы не сожалеете о том, что вы в феврале зайти или в прошлом году этой войны, если бы знали тогда, чем она закончится? И он отвечает – нет. Он так уже отвечал про Колесникову некому, такому, скажу. Что-то. Нет, так у нас было было сделать. На нас… Вот раньше он отвечал – иначе бы на нас напали. Что он ответил? На нас напали. Вот как? Я вот, например, он двигается по фазе, дрейфует, так сказать, в сторону. Вот. Или, ну, как бы, нормальный рациональный ум скажет – как напали? В общем, ты же… Куда напали? Где напали? Покажи пальцем. Так что смерть Путина является, в том числе, инструментом решения. Как этого достигнуть? Ну, начиная от оппозиции союзников, воздушной тревоги, и заканчивая, собственно говоря, действиями самой украинских спецслужб. Да, украинских спецслужб. Это нельзя вычеркивать, нельзя исключать в качестве варианта решения проблемы. Затяжная война прекратится, как таковая, вместе с войной. Кстати сказать, не факт, что она прекратится, когда Москва увидит, что, например, Трамп проиграл выборы в Америке. На это рассчитывается, они даже этого не скрывают. Но затяжная война – это просто тактика. Это тактика. За невозможность, кстати, добиться Блицкрига. Пока мы пишем это интервью, россияне из всех сил пытаются оточити Авдіївку. Как мы все знаем, они сделали это сейчас своей главной целью. Не жалуют вообще ни людей, ни техники, как, в принципе, они это делали раньше. Но, как говорят наши войсковые, туди они сейчас кинули беспрецедентную количество своих войск. Треба сказать, что Авдіївский гарнизон насправді перебывает в сложнейшей ситуации, чем даже Бахмут ранее. Потому что он и так фактически находится в напевоточении. И наши хлопцы и девчата тримают оборону в надскладных умовах. Поэтому я у вас, наши глядачи, хочу попросить допомогти нашим бейцам, которые стоят на Авдіївском напрямке, в частности, в 59-м бригаде. Сейчас им больше необходимы ФПВ-дрони. Я связалась с войсковыми. Они озвучили свои потреби щодо виробника. Это украинская компания, надейная. Поспілкувавшись с ней, мы узгодили ціну и договорились, что они как-найшвидше, в найкоротшие термени выготовлять ці дрони. Ну а наша задача з вами лишається зібрати необхідні гроші. Потрібно 525 тисяч на 30 ФПВ-дронів. В описи під цим відео я залишу всі необхідні реквізити. QR-код, монобанки, PayPal обов'язково. Ну і навіть криптогаманець. Тому всіма доступними способами закликаю вас донатите. А ми з Марком вам будем за це дуже вдячні. За найбільший донат ми подаруємо, точнее Марк подарує вам свою брендову футболку, особисто її підписавши і відправить за вашою адресою. Верно, так і сделаємо, да. Тому долучайтеся обов'язково, донатьте. Будем разом допомагати нашим бійцям захищати нашу Авдіївку. На Сході нам таки не дало нормально поспілкуватися і через обстріли росіян довелося швидше закінчити зйомки, аніж ми планували. Тому ми сьогодні в Одесі для того, аби продовжити. Ви тут в Парші вже були до повному масштабу? Ні, був, був, був. Я в Одесі бував, можливо, нескільки раз. Одеса для мене місце не нове. Я тут бував, звісно. Тут рідніше по атмосфері? Дело в тому, що я вже три роки живу в Європі. Мені в Україні в будьому місці приєдно знаходиться. Там річ славянська, вона мені ухо, так скажі, ближче. Але Одеса напоминає частину моєї біографії в 90-х. Тому тут такий атмосферний хаос, мені здається. Тут нічого не змінилося з тих років. Ну, так мені здається, я можу вибачитися. Тому що Одесі можуть мені заплівати за це. Між Одесою і Куп'янськом ви встигли побувати на Запоріжжі, в Херсонській області. Те, що ви побачили там, як воно доповнило вашу картину з прийняття цієї війни? Ну, точно доповнило. Тому що все час в своїх ефірах з гостями самостоятельно я умозрительно висприймаю карту війни. Лінію фронту, характер бойових дій. Все-таки для того, щоб в полному смыслі ощутити атмосферу, нужно побувати на місці. І при тому, що мені не вдалося, і цель не ставила побувати непосредственно на передовій, где-то на нуле, то рядом с фронтом... Ми були у Орехові. Да, ми були у Орехові. Це зовсім рідом. Ну, там, не знаю, місто, де ми паслінюю съємку, по-моєму, делали, там, може бути 7 кілометрів до Токмака, нам сказати, 6 кілометрів. Токмака. Токмака ще підроссіяна? Не, думаю, що це все-таки до лінії фронту 7 кілометрів. Токмака трох і далі. Ну, далі, але мені кажуть, що вполні. Вполні. Там це оконечність міста. Опять ж, повторяю, що ці расстояния, вони полноту ощущений не дають, не відникає від них. Тому що, ну, фронт – така вещь, що, учитывая характер этой війни, артилляія бьєт на десятки кілометрів. Ракети, бог знається, наскільки бьють. Минометів. Тобто це є основними средствами пораження. Тобто на ліній боєвого суприкосновення знаходяться на передовій непосредственно солдати, непосредственно военнослужащі. А все, що рядом, на такому расстоянию – це зона пораження. І по тому теж, і по другим причинам у мене сложилось впечатление, що, як і раніше, коли я був в Часовому яре в мае, российських військ шансів продвинуться нет. Украінських – це питання, це загадка. Ми полагаємося на те, що говорять заложній непосредственно своєм інтервію, що є некі ситуація, ну там, хто правильно, хто неправильно переводить тупика, ну то есть некого военного столкновення, при котором возникла равновесие. Можуть. Сил для контрнаступлени, достаточних, щоб двигатися со скоростью, як він говорить, 30 км в день – нет. Вот этого ощущения я передати не можу, потому что для меня нет представлений о том техника, военнослужащий и так далее, ВСУ, как это все происходит непосредственно на линии боевого соприкосновения. Но понимание того, что россиянам идти в принципі некуда, потому что вот это, так сказать, ощущение того, что Украину так легко взять, там, вот они же из этого исходили за три дня и так далее. Слушайте, они орехов не смогут взять? Что там орехов, да? У него микроскопический город, он весь разрушенный, там, сильно разрушенный. Или Купинск, например, который, кстати, уже был под россиянами, потом возвращен, был деоккупирован. Ну так погодите, весь смысл войны в принципе утрачивается, что туда-сюда и вы будете ходить в районе Купинска? Это что, вам Киев или Вашингтон? То есть это тоже еще одна важная сторона этой войны, что власть в России, она для себя так и не может сформулировать цели. Ей было бы легко постфактум сформулировать. Если бы они взяли Киев, они бы сказали, да, вот это была задача избавить от нацизма, там, еще что-нибудь. А поскольку задача эта не выполнена, они сейчас все время выдумывают. И я думаю, что вот такие поездки, как и моя, имеют вот этот третий эффект, публичный эффект, когда, ну, я же в розыске, некоторые пошутили, что Феегин оказался на как бы российской территории, но есть нюанс в Херсоне, да? Есть нюансы. То есть это говорит о чем? О том, что люди со здравым смыслом, ну, я, конечно, в большей степени обращаюсь именно к своим соотечественникам там, в России, они как бы пытаются все время через вот этот абсурд прорваться и объяснить им, что нужно удавить власть в Кремле. Беда ни в каких-то чужих пределах, ни в Украинах, ни в Америках, ни в Израилях. Беда у вас там. Вы должны с ними там справиться. К чему я, собственно, всегда и призываю. Ну, понятно, что я не могу судить о степени там доверия или к моим словам, к моим призывам и так далее, потому что, ну, русские находятся в концлагере. Они живут в концлагере, большая часть полностью перепрошита, они, значит, верят в это все. Я согласен, я же не спорю. Но это не снижает необходимости этой работы. Часто я слышу упреки, а что толку? Вот вы болтаете там, даже если вы это делаете не с дивана, а непосредственно там где-то в Украине. Ну, слушайте, ну, а кто-то же все равно это должен делать. Ну, так, но много людей, которые сейчас нас смотрятся, в них может возникнуть вопрос, что вы могли бы себе, ну, спокойно проводить время в Франции, вместо того, чтобы приезжать в Украину, ехать на фронт, тем не впервые. И заради объективности нужно сказать, что не так много украинских политологов, которые, условно, сидят в Киеве или в другом украинском городе, бывают на фронте. То для чего вам это? Ну, я судить об украинских экспертах или журналистах, или блогерах не могу. Для чего мне? Потому что я не могу вести соответствующий блог. Я же не журналист. Я как бы, ну, там, эксперт, я блогер, кто угодно. Не, во-первых, не подкрепляя авторитет своего мнения непосредственно такими вот поездками, непосредственно таким вот вовлечением. Ну, иначе будут говорить, ты действительно просто там хайпишь, зарабатываешь денег. Я всегда в этом упрекаю, как и всех остальных. То есть для меня это было бы дискомфортно в принципе. То есть если я не мог бы сказать, нет, вы не можете мне предъявить этого упрека, я сам это видел. Я говорю о вещах, о которых сам могу судить непосредственно. Вот. Кого-то это убеждает, кого-то нет, это нормально. Но в любом случае это делает, мое мнение, более весом. И вторая причина. Вы знаете, ну, я же все-таки в Украине и имею большую поддержку. То есть люди проникают в доверие им же не просто так. Они понимают цену этого всего. И поэтому им важно убеждаться раз за разом, что они не ошиблись. Потому что, ну, ничто так сильно не мотивирует рядового украинца, как зрада. Да? То есть он в общем должен увидеть предательство или какую-то двуличность. Я не упрекаю в этом. Я понимаю, что приходится жить с такими соседями, что волей-неволей. Но другой вопрос, что нужно его все время раз за разом переубеждать. Ну, в отношении себя за других не отвечаю. Потому что жизнь меня сводила, прямо скажем, и по делам адвокатским, и другим с разными людьми. И с меня всегда требует ответственность за них. Вот моя вечная проблема, что людей, которых я спасал, подымал, помогал, что бы с ними не происходило, я несу за них до конца дней ответственность. Не будем называть всех моими, но вот Савченко, например. Да? Которую я защищал. Это была просьба Министерства иностранных дел. Я аж не просто ее нашел где-то там с потолка. Мне предложили ее защищать в России. И за два года ее удалось отправить в Украину. Все перетурбации, которые с ней произошли, какое-то время, еще где-то аж медками сейчас, нам не сказывается. Мне говорят, это вот ты нам ее привез. Но я привез гражданина Украины. А вы сами вправе и в силах разобраться, хорошим или плохо. То есть для меня важным является верность своему долгу. Если я что-то сказал, я это делаю. Иногда я делаю это очень плохо. Я не отрицаю. Ну, у меня не получаются какие-то вещи. Но, во всяком случае, то, за что я могу твердо отвечать за себя, что вы имеете дело с человеком принципиальным, последовательным, который никогда не менял ни свое мнение, ни свою позицию. Вот в этом меня вообще никогда не упрекнет. Ошибаться, в людях ошибаться, мне не впервые. К сожалению, я слаб в этом. Вы так подводите саме до этого, поэтому не могу, конечно, не спросить про Арестовича. Мне кажется, что это важно, потому что вокруг вас с ним, особенно от начала войны, сформировалась очень большая аудитория. И те люди, которые до сих пор его слушают, я думаю, для них может быть авторитетной и ваша думка. Поэтому мне кажется, что важно, чтобы вы дали оценку сейчас его действиям, когда он, например, президента Зеленского называет диктатором и говорит о том, что это было еще полтора лет назад, когда он работал с ним в одной команде и хвалил его, по сути, и вызывает, например, до прямых переговоров с Россией. Это совершенно для меня невероятное изменение. Я не даю оценку ему лично. Это пусть сами оценивают украинцы. Я не собираюсь ни в коем случае говорить хорошим или плохим. Ни в коем случае. Я все время оцениваю вещи, которые действительно имели значение. За полтора года мы говорили обратное. Это не была пропаганда. Меня часто говорят, что вы украинский пропагандист. Фегин украинский пропагандист. Меня за украинцем называют. На самом деле это просто моя позиция. Она всегда была такой, и она не менялась. Условно говоря, я не считаю Зеленского диктатором-коррупционером, несмотря на то, что он, конечно, допускает ошибки где-то, как военный руководитель, как политический руководитель. Ну, как всякий человек такого масштаба. Ничего с этим не поделаешь. Их надо исправлять. Справился он с коррупцией? Нет, ему это не удалось. Были ли ошибки в руководстве перед войной, которые ситуацию в отдельных вопросах усугубили? Конечно. Но не из-за злонамеренности ни в коем случае. Не из-за того, что он диктатор или там хочет все обворовать, или потому что он, значит, хочет сохранить вечную власть. Ни в коем случае. Этого никогда не было. И сейчас нет признаков того. Просто он человек. И не надо его наделять какими-то невероятными качествами, там, божественного свойства. Что он безгрешен и без ошибок может вести дела. Ему досталось самое тяжелое президентство за всю историю Украины за 30 лет. И никогда нельзя этого снимать со счетов. И держится он предельно достойно. Потому что в истории Украины были разные президенты. Есть с чем сравнить. Теперь, что касается мирных переговоров. Ну, послушайте. Если за этим никто не стоит, за позиции Арестовича. Если. Я этого не знаю. Я просто этого не знаю. Ну, вот у меня... Я не могу сказать, что ему кто-то внушает, что да, вот давай, говори про первое. Я этого не знаю. То я считаю это публичную позицию его, как кандидат в президенты, о чем он сам сказал, что он собирается в президенты. Что для меня совершенно невероятное. И перестроить в президент. Ну, окей. Пусть украинцы решают. Это их вопрос. Не мой. Я считаю это ошибочно. Глубоко ошибочно. Неправильно. Очень вредная позиция. Почему я сейчас объясню? Очень легко. Ну, во-первых, если бы прозвучало внятное предложение со стороны Москвы. Которое можно было бы обсуждать. Не капитуляцию, которую они все время предлагают. А Украину капитулируй, и будет тебе хорошо. Они это называют... Признайте эти оккупированные территории. Они называют это геополитическими реалиями, эти 20%. То есть, раз мы их оккупировали, то вы их согласитесь, что мы их оккупировали, а вы должны с этим согласиться. Ну, я что-то не очень понимаю. Существление международного права это невозможно. Ну, ни одна страна, тем более страна, которая является учредителем ООН и постоянным членом Совета Безопасности, не может подобную аргументацию перешлить за геополитические реалии. Это что? Просто мне пусть расскажут. Это что? Как можно признать какие-то геополитические реалии? Была страна, вы оккупировали ее 20%. Ну, согласитесь, это же так вот. Вот. Ну, и четвертый вопрос. Это касается... Он говорит обменять на мирные переговоры, но это предполагает, наверное, прекращение огня, там, какую-то процедуру. На то, что мы вот вступим в НАТО, а Россия оставит, как мы это понимаем вообще из того, что он говорит, хотя это очень невнятно, оставит за собой эти геополитические реалии. А кто предлагает такой размен? Арестович его предлагает? Ну, так пойдите и предложите это, как в анекдоте, значит, английской королеве. Вы сначала там это решите вопрос. Москва ничего подобного не предлагает. Сейчас они, кстати, по своим пропагандист каналам, чтобы все понимали, расскажут, какой Арестович супер. Да, он же за мир же, вот же, вот же, вот же. То есть он таким образом создал тему, он ее дал ход ей. Вообщественно, политическом пространстве на этом уровне, ну, который он занимает. Ну, это общественный уровень, информационный уровень, публичный уровень. И, таким образом, нарратив этот преодолеть будет уже еще сложнее. Потому что он для людей их смущает в Украине. Смущает. Чем? Ну, раз это можно хотя бы обсуждать, мы еще не говорим, что это мирные переговоры, ну, хотя бы давайте это обсудим. А это же иллюзорная вещь. Ну, иллюзорная, потому что мы видим, что война продолжается, солдаты гибнут, мирное население гибнет, вот даже в тех местах, в которых мы были. И результата-то нет. Если бы там действительно был предложен, все, мы вот Москва предлагаем вам НАТО. Можно было обсуждать, кто бы это предлагает, куда это предлагает. Ссылка идет, отсылка идет на одно из заявлений в американских СМИ о том, что идут консультации европейские с Москвой, конфиденциальные, о начале мирных переговоров. Это не считается. Конфиденциальные консультации могут идти как угодно. Вот они покурили, постояли там у уборной, и это уже консультации. Это не считается. У этого должен появиться статус. Что да, вот прошли при посредничестве таких-то, какие-то переговоры, вот есть такие идеи, такие предложения. Украина сформулировала свое предварительное условие, что вы, пожалуйста, покиньте эти территории, которые вы его оккупировали. И потом мы можем обсуждать вот все, что захотите. Репарации, шмопарации, русский язык. Ну, я считаю, это нормально. Вы покидаете территории, садитесь за стол переговоров и все обсуждаете. Москва это отвергла. Она не хочет освобождать эти территории. Какой остается выход тогда? Но другого, кроме как продолжать войну, просто пока нет. В противном случае, я повторяю, все другие варианты. Это капитуляция. И это передышка для Москвы, чтобы начать новый раунд войны. Но Арестович, деля такие заявления, он точно не может не усвідомливать их несправедливость? Он не дурак, он понимает. Как вы думаете, какая мотивация? Ну, самое безобидное в том, что он считает, что если он станет кандидатом мира, кандидатом, протагонистом мира для Украины, то это поднимет его очки. Поднимет его какой-то рейтинг или что-то в этом роде. На внутреннем политическом уровне. Я исхожу из самого безобидного объяснения. Я глубоко убежден, что это не так. Как человек в политике немножко соображающий, да. Я считаю, что в нынешней Украине подобного рода вещи, да, публичные, они такие расстрельные. С политической точки зрения. То есть такой кандидат не может иметь поддержки. Меня никто не спрашивает. Я, ну, в широком смысле. Вам я могу ответить. А в принципе, может никому и не интересно моё мнение. Это может быть объяснение. Объяснение насчёт его мотивации материально каким-то образом мотивировано? Я не знаю. Я этого не знаю. Или там стоящий ангажемент за этим. Я этого не знаю. Я не могу на этот вопрос ответить. Это Украине. Общественное мнение или там органы пусть скажут сами. Я этого ничего не знаю. Я думаю, что то, что Москва подхватила его эти заявления, потому что это в русле её интересов. Вот у этого есть прямое последствие. И мы о нём можем судить. А была ли предпосылка какая-то материальная? Я этого не знаю. Я на этот вопрос ответить не могу. Я считаю, эти идеи вредны. Именно вредны. Потому что если уж Украина обречена на переговоры, то не такие. И не так. Это должно происходить не на уровне кандидатов в президенты Арестовича, а на совсем-совсем-совсем других уровнях. И совсем-совсем с другим наполнением это всё должно происходить. Ну и чтобы уже закрыть питание и тему Арестовича, теперь вы можете сказать, чему вы перестали проводить спільные стримы? Ну вот именно поэтому то, что сейчас нашло публичное выражение, безусловно, имело место и тогда. Были какие-то превходящие детали. Там кто-то скажет, что это вопрос о честолюбии или чем-то таком. Ну да, это тоже, но это не решающий вопрос, не решающий фактор. Равно как и вот эти нелепые рассуждения о том, что, значит, кто-то там монетизацию потерял. Я же сам отказался, я же сам сказал, нет, не надо. Поэтому это смешно вообще-то такое слышать, потому что, ну, совершенно мои действия были обратные там. Не это главное. Я уже много раз говорил, не это главное. Главное – результат. Меня процесс не интересует. Результат – это окончание войны в Украине, освобождение её территории и смерть Путина. А всё остальное – это был один проект, будет другой проект, будут какие-то другие задачи, будут такие какие-то другие люди. Поэтому, на самом деле, ещё раз подчёркиваю, я хотел оставить какое-то, в общем, более спокойное отношение к этому. Мне это не удалось, там, творческая пауза, я говорю, я не хотел это всё рассказывать. Тем больше, Арестович такой человек, он сам всё расскажет. Его не надо, не надо удерживать, надо просто подождать. Вы подождите ещё и, так сказать, будет ещё мощнее. Поэтому он живёт своей жизнью, у него своя судьба, свой, там, канал, своя политическая биография, там, своё политическое будущее. Ради Бога! Как говорится, это вопрос общественного мнения в Украине. Примет оно это или нет? Это меня не волнует совсем. То есть он хотел использовать ваш канал как политический майданчик для себя, для своего пиара и для своей политической кампании? Безусловно. Ну конечно. Баллотироваться там собирался уже тогда. Ну а я же не занимаюсь этим. Мне это зачем? Я никаким образом не вовлекаюсь и не являюсь частью украинской политики. Внутренние выборы. А зачем? Просто зачем? Давайте честно говорить. Вы думаете, мне не предлагают на будущих президентских выборах использовать мой канал? Этого не будет. Никто его не будет использовать. Никаких денег я не возьму ни от кого. Ну я не знаю, как это еще вот. Я уже десять раз об этом говорил. Могу еще раз сказать. Ни один кандидат не будет там пиариться. Освещать события приходят разные люди. То от одних, то от других. Ну слушайте, мне там говорят, вот у вас там запомнили выходцы из там группы Порошенко или близкие к нему эксперты. Никто не заполнял. Слушайте, о чем они говорят. Мы не обсуждаем ни Порошенко, ни Зеленского в моих эфирах. Мы рассуждаем на темы, касающиеся войны, России, мировой политики, а не того, кто лучше, Порошенко или Зеленский, например. Мы этого не обсуждаем совсем. Вообще никак. Поэтому имеют значение даже не люди, а темы. Я всегда об этом говорил. И это могут быть совершенно разные люди. Как и мои знакомства и приятельские отношения. Даже дружеские отношения с людьми из совершенно разных средств. Они все для меня украинцы. Они для меня не определяются только тем, что они там в европейской солидарности или в слуге народа. Понимаете? Это вообще не является решающим фактором. Украинцы сами разберутся. Сами все выберут, сходят, опустят бюллетень в урон и выберут того, кого считают нужным. Вот. А моя задача остается прежней. Я, как уже сказал, я был и есть сосредоточен на вопросах войны и мира, в вопросах суверенитета Украины. Потому что, помимо того, что я считаю, что это в интересах Украины, парадокс заключается в том, что это и в интересах России. Избавиться от всего этого наследства, отдать всем все, расплатиться, как говорится, и заниматься самими собой. Это единственный шанс на спасение. Но, по-моему, он уже утрачен, если честно. Это надо было вчера делать. А сейчас уже такой груз проблем и забот, что выбраться из этого, выплатить мирно, безопасно уже не получится. Дождик пошел. Еще про Путяна хочу спросить, точнее про этот вкид с его смертью. Мне кажется, тоже важно это говорить, потому что меня, например, удивляет, как много людей в это поверили и продолжают, продолжают верить. Я до сих пор, до сегодня встречаю людей, переважно это люди старшего века, а тем не менее, который верит, что он где-то там в себе в холодильнике на Валдае лежит. Холоденький. Незважно на то, что наша разведка уже сказала, что это вкид и мета была переверить реакции, лояльность, нелояльность оточения и так далее. Как вам, кажется, или работала эта операция, или получил Кремль от того, что хотел? Вы знаете, ну, во-первых, это фейк. Будем честны. Мы можем встать в проеме театра и там постоять, тоже очень будет колоритно. Конечно, это фейк. Путин не умер. Да, вера в эту ложь, она, ну, не ложь. Может быть, там фейк более объемная такая дефиниция, более отражающая. Она вызвана, я понимаю, чем, желанием огромным. В основном мы же обсуждаем тех, кто в это поверил, из людей, которые действительно хотят, чтобы он сдох. Как я уже говорил, это происходит, потому что люди очень хотят. Вот ты чего-то хочешь, и тут тебе говорит, да вот это наступило, и ты волей-неволей веришь в это. Ну, как бы хочешь в это верить. А это легко конвертируется в ощущение, что ну да, ну так же и есть, вот же он в холодильнике лежит. Поэтому я их не то чтобы сильно упрекаю, я просто пытаюсь, ну, объяснить, экспертно объяснить, почему этого не произошло и не произойдет вот так. Почему этого не произошло? Ну, потому что нету достоверных источников и доказательств. А к ним не относятся только канал генерал СВР и Валерий Соловей. Ну, они не являются источниками, которые, безусловно, можно верить. То есть без доказательств, вот я вам сказал, так оно и есть, теперь сидит какой-то там Васильич и, как оно его называет, двойника. Тут, чтобы остановиться, раз вы уже про них вспомнили, наша же разведка говорит про то, что это ИПСО ФСБ. То есть ли это влияет из того, что там Соловей и генерал СВР, анонимный телеграм-канал, ну, это фактически там, как у нас принято называть, агенты ФСБ? Я так ответить не могу. У меня нет такой информации. Я понимаю, что Валерий Соловей находится в Москве и может находиться под давлением определенно, потому что Москва, ну, мы понимаем, что там происходит. Но утверждать такого я не могу, потому что у меня нет достоверного подтверждения такой информации. Если бы она была, я бы сказал, да, вот мне вот сообщили там, так сказать, есть подтвержденный источник, который бы говорит, такого нет. Поэтому утверждать такого я точно не могу. С другой стороны, может ли это быть ИПСО, которое либо заранее организованное, либо исходя из того, что Соловей и так говорит много лет, они этим воспользуются. Вот второе, даже более логично, потому что, ну, судите сами, во-первых, вы комментировали Песков. На что ты комментируешь? Путин мертв. Он говорит, нет, он не мертв, это фейк. Значит, им это интересно. Они в это хотят поиграться. Для них это тема, которая, соответственно, отвлекает внимание от войны. С другой стороны, действительно, создает некую информационную такую повестку, все время опровергать, что Путин жив. Вот он, там, крепкое рукопожатие, или там он плавает, или шайбу гоняет. И возникает ощущение, что Путин абсолютно неубиваемый. Все его хотят отправить в холодильник в Алдайске, а он вот все живой и живой. Это же тоже как-то, ну, свидетельствует, как я говорил по-нитшански, в Заратустре там сказано, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Если много раз анонсировали твою смерть, а ты живой, ну, значит, точно не сдохнешь. Ну, в ближайшее время. А буквально поверят, что уже никто не поверит. Никто не поверит. Совершенно верно. Поэтому я предполагаю, что они могут эти информации манипулировать. В это я охотно верю. Но вот то, что они придумали, сели, там, написали методичку, а давайте вкинем, что Путин умер, проверим лояльность. Ну, а что, понимаете, кто в России же еще меньше в это поверит, как-то не странно. Потому что это и опасно в такое верить. Где-нибудь такой ляпнешь, у тебя и бац, и скрутят. Поэтому я не думаю, что это долгоиграющая история, поскольку Путин продолжает выступать. Он живой. Вот. Он не в холодильнике. И, рано или поздно, это все рассыпется в никуда. Ну, много кто думает, что это двойник Путина. И, снова же таки, тут на фоне цели до смерти, снова поднялась эта тема про использование двойников. Да. И интересный был момент. Там Путин встречался с этим мальчиком на Красной площади. Да. И он у него запитывает, как вы Путин. А он ей отвечает, ну, я да, пока да. Ну, то есть, выглядит так, что в Кремле действительно сами подогревают эту тему. Это тема интересная, это вопрос интересный. Ну, во-первых, Путин может по этому поводу внутренне иронизировать. Он склонен к таким вещам. Просто они тяжеловесные его ирония. Она такая какая-то вся, да. Если бы он сказал, я Васильич, то это было бы прикольнее. Вот. А Путин может, да, и в Кремле могут по этой теме, ну, как на ней паразитировать. Троллить ей этой темой. Ха-ха, я умер там, я вообще бессмертен, у меня там, значит, клонированные двойники, их там туча этих двойников. Могут, могут, на теме двойниках они могут паразитировать это точно, абсолютно. Потому что он тоже комментировал это, Песков, уже не раз. Но я вам еще такую вещь скажу. Есть темы, которые они никогда не комментируют. Например, действительно, оккультные обряды и увлечение оккультикой они никогда не комментируют. Вот этого они по-настоящему боятся. Потому что это какая-то метафизическая тайна, это какой-то страх. Скажешь не то, а это... А Путин мнительный человек и в этом отношении во всех других. И его окружение такое же. Но оно под него стилизуется. Раз шеф верит, значит, и мы тут как-то где-то. Но что касается двойников, понимаете... Я бы сказал так, я не верю в двойников публичных. Но я допускаю, что они какие-то есть. Специально для продолжения темы. Вот их не было, они даже не знают, скажут, давай налепим Васильичей там. И будем их где-нибудь специально показывать, как-то дурака валять. Народ будет обсуждать, резвиться и так далее. Почему нет? Это они могут на такое пойти. Могут и даже проплачивать какие-то публикации там. Засовывайте в таблоиды, в британские и американские, что... Действительно такая тема есть. А вот смотрите, ФСО заказал парики или там, я не знаю, маски латксные. Между прочим, это была публикация в Эль Паис, моего журналиста. Они действительно нашли тех, которые для ФСО делают эти маски там вот эти вот латксные. Но я не знаю, что они с ними делают. Бог их знает при их фантазиях, я вам так скажу. Но сам факт, что Москва никогда не гнушалась таким вещами. То есть Кремль, он отдавал этому дань. Отдавал этому дань и они могли это все в свою пользу использовать. Да. Про выборы в Россию або псевдовиборы хочу вас спросить. Потому что Кремль готуется до них. И насколько это для них чутливая тема, как она будет дальше впливать на нашу войну. И в контексте захидных партнеров. Чи прогнозуете вы, что на Заходе могут не визнать эти выборы? Потому что для нас с вами очевидно, что это не выборы, а профанация. Нет, очевидно. То, что захидные лидеры могут не визнать Путіна легитимным лидером Россию. И какие-то дети будут иметь влияние на события. Ну что касается самих выборов как результата, вообще никак они не повлияют. Потому что он известен. Результат заранее. Что касается процедуры. Они ее сминимизируют. Вот это не случайно дистанционное голосование по интернету. Оно их устраивает, потому что оно снижает необходимость нагонять явку. Для картинки можно собрать где-нибудь в парке Патриот. Там где-нибудь очередь сфотографировать, показать по телевизору и все. То есть вот заморачиваться как раньше. Ой, явка. Вот нужно изобразить, что приходит. Но это давно уже нет. Вообще нет. Уже о процедуре речи не идет. Потому что картинка отдельно. Как бы реальный результат выборов отдельно. Это вообще не пересекающая вещь. На войну в Украине это напрямую повлиять не может. Потому что эти вещи развиваются параллельно. Этот сюжет не затрагивает войну. Почему? Потому что кто-то говорил, а они специально мобилизацию откладывают, чтобы провести выборы. Не вызвать возмущение населения как-то, чтобы это не отразилось. Ну, мне просто интересно. Ну, хорошо. Вы провели мобилизацию. И что, население там возмущенное пойдет громить участки или что-то. Мы можем себе это представить? Нет. Они по большим значимым поводам этого не делали. То есть я не думаю, что надо напрямую увязывать мобилизацию и выборы. Отчасти на то, что Кремль все равно не хочет раздражать избирателей. Но он бы этого не делал даже вне зависимости от выборов. Он все время бы откладывал эту мобилизацию, чтобы, может, какими-то другими способами решить задачу. Давайте вот так, давайте вот так. И в самый последний момент обратился бы к мобилизации как средству пополнения личного состава. Но так, что вот мы сейчас провели мобилизацию и люди плохо проголосуют, они вообще не голосуют. Это не взаимосвязанная вещь. Вот если они скажут, мы провели мобилизацию, и вдруг митинги начнутся, и люди возмутятся, начнут громить что-нибудь. Они тут евреев искали по пропеллерам в самолетах, в турбинах. Это может быть. Но это не связано с выборами как результатом процедуры. Что вот они плохо проголосуют. Да они могут вообще не голосовать. Они могут проголосовать все 100% против Путина, но объявлено будет, что за него проголосовало 90%. Вот о чем речь. Теперь, что касается западных лидеров. Дело в том, что я имел беседу в Министерстве иностранных дел Франции. Там я был на конференциях. Они там решают вопрос. Он еще не окончательно решен. Причем мучаются между двумя вариантами. Вообще не реагировать. Вообще ничего не делать. Не говорить, не поздравить. Ну это понятно. Скорее всего так и будет. Не то же признавать эти выборы. А вообще никак не реагировать. Прошли и прошли. А второй вариант действительно, как вот Пассе проголосовало в парламентской ассамблее. Не признавать легитимные эти выборы. Я вам даже больше скажу, что до войны американские сенаторы, которых я лично знаю, выступали с предложением заранее. Уже там Линдси Грэм, там ряд других. Там Коэн, такой демократ, конгрессмен из палаты представителей. Ну неважно. Они предлагали заранее уже принять решение о том, что выборы следующего срока по измененной конституции, они нелегитимны. Да, потому что в двадцатом году, вы знаете, они изменили конституцию на референдуме в июле. В восемнадцатом у него последние выборы второго срока. А это уже будет типа третий срок после второго срока, который должен был быть последним. Но дело в том, что, как я слышу, там есть та аргументация, что а с кем мы будем вести переговоры о прекращении войны или вот чем-то таком. Я, например, считаю, непризнавание его легитимным не мешает в ведении переговоров на дистанции, через посредник, или даже непосредственно. Там, например, какого-нибудь Ким Чен Ина встречал Трамп, будучи президентом, с ним встречался. Ни к чему это не привело, кстати, но мешает ли то, что страна изгой, страна, признанная спонсором терроризма в соответствии с решением Госдепа, ну, американской администрации, Северная Корея представлена Ким Чен Ином и с ним ведут переговоры? Не мешает. Если надо, то не мешает. Решения эти, они не мешают. И, по большому счету, я даже больше скажу, Украина, которая приняла решение РНБО с Путиным не вести переговоры, если будут переговоры о капитуляции Москвы и, там, сдаче территории, встретятся. Какие проблемы? Это техника. Это техника. Это не принципиальный вопрос. Что касается легитимности, здесь в чем ловушка? Если ты признаешь выборы нелегитимы, а кто-то легитимен? Ну, в Беларуси понятно, это Тихановского. Лукашенко нелегитимен, он вообще с ним все ясно, он все 35 лет нелегитимен. Но, а как тогда с Россией быть? Тут сложнее ситуация, потому что единого такого человека нет, значит, должна быть какая-то субстанция. Должно быть какое-то правительство возгнание, какие-то там представители. То, о чем вот я часто говорил, повышение субъектности российской оппозиции, российской политической миграции, находящейся в изгнании и так далее. Для того, чтобы они могли себя объявить такими, там, подписать соглашение с украинским правительством, что все, Крым ваш, это все ваше, все, ребята, вопросов нет. Но этого не отбывается. Нет, этого не происходит. Во-первых, сама оппозиция не готова совершенно. Она боится, что ее не признают, что он будет нигде, выглядеть будет смешно, всем договориться невозможно, а люди сидят. Ну, вот такое там, на Навальной где тогда, я и такое слышал. А с другой стороны, и Запад, в общем, он боится change power. Ага, мы их признаем, а этот возьмет и атомные бомбы кинет по нам. Вы не тех признали. Легитимировали как бы. Ну, типа Россия это серьезная страна с ядерными боеголовками. Поэтому, чтобы ее сильно не раздражать, раздражать, но не сильно. Давайте не будем по этому пути идти. Вот и такое тоже есть. Хотя я считаю, что это путь единственно правильный. Потому что в сознании русского обывателя, если мы рассчитываем на изменение его и как бы влияние внутри страны, очень важно, кто объявляет себя властью. В русской традиции самозванство, так которого боятся, это была совершенно расхожая вещь. Самозванцами были все. Не только тех, кого угробили, но и цари были часто самозванцами. Если посмотреть по настоящему историю, вся эта легитимность всегда была зыбкая. Особенно там претенденты на монарший престол. Такие становились, что, знаете, ты поди еще разбери Екатерина-то, она вообще говоря, откуда. Помним мы ее историю. Поэтому, знаете, тут уже Дмитрий, первый или второй, они погоду не делают. Или Пугачев, он, кстати, вы знаете, Петром себя объявлял. Ну кто сейчас это знает. Историю Пугачева Александра Сергеевича Пушкина можно почитать. Про его окаянство, как говорил о себе Пугачев. Окаянство. Вот, поэтому я не думаю, что нужно бояться обвинений в самозванстве и нелегитимности. Нужен процесс просто начать. Он, возможно, и начнется. Когда все дойдет до точки, такой уже критической, возможно, к этой схеме обратятся. И будут экспериментировать по этому поводу. А давайте вот так, а давайте эдак. Критичная точка. Это суть взрушения на фронте и войскового перемога. И это может быть, и может быть, скажем, что-то произойдет с Путиным и его окружением. Вот что-нибудь такое. Или похожее на события 23-24 с Пригожиным. Они не повторятся один в один. Пригожиным больше нет. Он его убил. Но что-то отдаленно подобное, ну, шанс не нулевой. Я не скажу, что он стопроцентный, не скажу, что он даже однопроцентный. Но он не нулевой. Это может привести к тому, что в следующий раз, уже имея опыт, как это уже происходило, что надо действовать быстрее, поворачивать костями. Понимаете? Возможно, так сказать, со своей стороны и Запад, и там русская оппозиция, и Украина. Киев же тоже, как бы, в этом направлении вообще ничего не делает. Скажут, не-не, вот сейчас надо быстро, быстро давать ему вот это, вот то, вот то. Мы уже знаем какой-то алгоритм действий. С Киевом-то та проблема, что Киев не хочет иметь дело с русскими. Вообще ни в каком виде. Официальный Киев говорит, что мы будем, во-первых, не раздражать свое общественное мнение. Потому что оно русских ненавидит. Ну, ничего с этим не делаешь, война идет, да? С другой стороны, значит, они говорят, ну а что вы можете, вы все равно никакие. Вы пустышки. Что у вас, сколько у вас полков там, дивизий, у вас нет. Ну тогда и как бы, зачем нам это надо? И третий мотив, это то, что, понимаете, нажимали на пацифистскую эту составляющую, а она абсолютно не работает. В России я и тогда говорил, что это очень смешно. Я комментировал, помните, Зеленский давал интервью, там, с Игорем, там, вот это вот, русским журналистам. Его месседж был в том, что надо, чтобы люди вышли, надо, чтобы русские вышли против войны, они же погибают, там, то да и все. Этого не произошло, и огромное такое разочарование. Ну, вообще с ними нет. А я не считаю, что нужно идти по пути пацифизма. Что уговаривать людей, вы же там убираете ваши мужья, вот все мы против войны. Наоборот, нужно призывать к войне. Надо военную составляющую укреплять. Не антивоенную, а военную. Я об этом много раз говорил, потому что ничего ты там антивоенными, пацифистскими призывами не сделаешь. Русские в нынешнем ее виде понимают и уважают только силу. Беспощадную, жестокую, вообще ничего не видящую, слепую силу. Пригожин, это вот что было? С самого но. Да, ну, как кувалдами, так сказать, это что вообще было? И ты посмотри, как повелись русские люди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Женя, Женя, Пригожин, нам такого надоть. Это же вообще уголовник вообще, так сказать, непонятного рода племени и происхождение. Вообще какой-то фигура, повар и так далее. Это говорит о чем? О том, что да, в том или ином, в худшем, может быть, в лучшем, неважном виде, это будет повторено. То есть это очень соблазнительно именно так подойти к этому вопросу. И с этой точки зрения я считаю, что русским и надо внушать, пусть они идут по этому пути. И не надо этого бояться. Гражданская война, хаос, да и аминь, как говорят, все равно до этого довели сами. Что, кто-то хочет, чтобы люди умирали там, да? Как у Маяковского, знаете, он говорит, я люблю смотреть, как умирают дети. У него стих такой есть. Это не потому, что Маяковский любил, как умирают дети, а просто это некая этика такая возникшая, понимаете? При которой, что большевики, что нынешняя власть, они слепы, нечувствительны к насилию вокруг. Они это считают, ну, как бы, заурядной вещью. Они же привыкли, Буча там и все остальное. Это мы так реагируем. А там, знаете, к этому реагируют, ну, что ж поделаешь. И такое. Вот, это все неправда, но если даже это и правда, ничего страшного. Ну, а если это правда, тогда пусть это насилие вернется обратно? Вот мне говорят, часто упрекают, вот ты там протагонист гражданской войны. А почему мне таким не быть? Ну, вот мне просто интересно. А это вот насилие, люди будут погибать. А они в Украине что делают? Ваши же тоже люди, помимо Украины, с которых вы убиваете, вы же сами дохнете, как мухи. Эти там 200 или 300, можно сколько угодно спорить, там, 150 тысяч погибших российских военнослужащих. Это что? Они от грибков, что ли? А пандемии, что ли, скончались? Почему вы не чувствительны к смерти вот этих людей? Или это, ну, немного, там, 200-300 тысяч. Подумаешь, страна 140 миллионов. Но если настолько безразличное общественное мнение гибели собственных сограждан, отправлять чужие пределы, чтобы они там умирали, так почему бы вам всем там не умирать? Я полагаю, что, во-первых, Россия обречена на этот исход. В истории ее такое уже бывало и не раз. Вот. И это такой апогей войны, апогей вот этого бесовства, которое охватило страну. И феномен этого бесовства, он заключается в том, что оказалось, русских людей раскачать на ненависть, на нечувствительность к горю, к убийствам и так далее очень легко. Все говорили, ой, такая мирная нация, мы так войны не хотим. И сами, значит, но ради этого мы готовы угробить там полпланеты. Вот дабы избежать крайнего варианта применения ядерного оружия, большой мировой войны, когда сгорит вообще там неизвестное количество миллионов людей, да, то в моем представлении уж лучше пусть это все завершится внутри самой России путем такой кровавой бани. Раз уж вы не способны остановить ее сами во вне, то пусть она остановится внутри путем того, что ее источник сам себя и погубит. Как бы это цинично не звучало, но это будет для всех спасением, если война вернет сюда и там и останется. Ну а пока все в руках ЗСУ, поэтому мы, как всегда, нагадуем и закликаем вас поддерживать украинскую армию. В этом видео вы можете выбрать, донатить на дрони или машины, и те и те очень необходимы, поэтому не отвлекайте и долучайтесь. Всего доброго, поддерживаю и пока. Субтитры сделал DimaTorzok